Здравствуйте друзья, в этом обзоре мы с вами рассмотрим датчик движения из экосистемы TUE Smart. Работает устройство по ZigBee и в отличие от большинства своих аналогов, имеет возможность получать питание не только от батарейки, но и через microUSB. В обзоре рассмотрен именно датчик движения, но существует модификация с датчиком температуры и влажности. Кстати, согласно описанию в магазине, где я его покупал, эта версия должна была быть как раз комбо, но по факту оказался только датчик движения. Перед тем как мы начнем, не забывайте пожалуйста ставить лайки этому видео, тогда его смогут найти больше людей, которые интересуются темой умного дома и подписываться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства, датчик движения. Модель NAS-PD07. Интерфейс ZigBee 3.0. Дальность обнаружения 6-10 метров. Угол обзора 110-120 градусов. Питание батарейка CR123A или microUSB. Ток в режиме простоя около 30 мА. Ток в режиме работы 75-90 мА. Диапазон рабочих температур от 0 до 40 градусов Цельсия. Диапазон влажности от 20 до 85%. Диаметр 56 мм. Глубина 68 мм. Поставляется устройство в стандартной для серии Neo CoolCam коробке. Такие уже попадались мне. В частности ZigBee Sirena с датчиком температуры и влажности, и датчик температуры и влажности с сенсором освещенности и экраном. Ссылки на обзоры в описании. На задней стороне указано название модели и перечень параметров, про которые я только что рассказал. Кстати, тут указана одна батарейка CR123A, но по факту устанавливается две. В комплекте поставки, кроме самого датчика, нашелся еще кабель USB, microUSB, крепеж, кусок двустороннего скотча и пара саморезов, а также инструкция. Инструкция представляет собой буклет из 12 разворотов на английском. Тут также перечислены параметры, причем они немного отличаются от тех, что на коробке. Тут уже дальность 10 метров вместо 6, угол 120 градусов вместо 110, две батарейки CR123A и ток потребления в режиме простоя 27 вместо 34 микроампер. Конструктивно устройство представляет собой круглый датчик на подставке с изменяемым углом наклона. На фронтальной части под полупрозрачной полусферой находится инфракрасный датчик движения. Сбоку находится разъем для подключения microUSB, который используется как один из вариантов питания, и отверстие для воздухозабора, напомню, что есть версия с датчиком температуры и влажности. Угол обзора составляет 110 согласно характеристикам на коробке или 120 по инструкции градусов, дальность 6 или 10 метров соответственно. Я склонен больше доверять инструкции. Сравнительно с датчиком движения токара, я взял только модуль самого сенсора бесповоротной ножки, так будет понятнее насколько большой герой обзора. Немного повернув заднюю часть, ее можно снять, под ней находится батарейный отсек, рассчитанный на две батарейки CR123A. Тут же находится кнопка сопряжения, которую нужно удерживать, пока не начнет мерцать красный светодиод под передней полусферой, случайно нажать ее не получится. Для тестов я буду использовать подключение по microUSB. Торчащий сбоку кабель смотрится не очень, но на просторах Алиэкспресс. Несложно найти кабеля с повернутыми на 90 градусов плоскими разъемами, которые будут совсем малозаметными. Перейдем к логической части. Штатной системой управления для героя обзора является Tuya Smart, или ее пользовательский клон Smart Life. Датчик работает по ZigBee, поэтому нужен шлюз. У меня это NAS ZV05B0 с Ethernet и поддержка Apple HomeKit, ссылка на обзор в описании. После запуска режима подключения на шлюзе, нажимаю на кнопку сопряжения на датчике и жду, пока не начнет мигать красный светодиод. После этого кнопку можно отпускать и скоро датчик появляется в списке устройств системы и шлюза, к которому он будет подключен. Датчик относится к числу охранных, поэтому после его добавления запускается тест, который сводится к тому, чтобы проверить разрешение приложения Tuya на автозапуске и отправку уведомлений. Так выглядит плагин устройства. Тут все просто. Это бинарный датчик, который может иметь один из двух статусов. Выключено, когда движение не фиксируется, и включено, когда оно есть. В журнале работы эти события отображаются в лучших традициях жанра перевода с китайского. Обнаружение движения отмечено фразой «состояние пассивного ИК», а его отсутствие никто не прошел. Меня заинтересовало уведомление в правой верхней части плагина. Это, не что иное, как мастер создания ZigBee группы для прямого управления другими устройствами. По задумке, датчик должен уметь включать и выключать добавленные в его группу ZigBee светильники, даже без участия шлюза. Как это работает, можно посмотреть в одном из моих обзоров, например, беспроводного диммера, ссылка в описании. Но судя по всему, этот режим предназначен для какой-то другой модели, так как ни одна из моих попыток перевести датчик в режим добавления, трехкратным нажатием на кнопку, не увенчалась успехом. В меню настроек можно выбрать интервал обнаружения датчика. Это время от последней фиксации движения до перехода в статус «Выключено». Устанавливается одно из трех значений – 30, 60 или 120 секунд. Также тут находится управление уведомлениями. Можно получать всплывающее сообщение о каждом обнаруженном движении и о низком заряде батарей. В меню общих настроек есть уведомления о совместимости с Amazon Alexa. Про Google Home упоминания нет и не зря. Датчик там действительно не появился. Все остальное стандартное. Общий доступ, ярлык на рабочем столе, проверка версии, прошивки и удаление устройства из системы. При сработке под полусферой датчика мерцает красный светодиод. То же самое происходит, когда заканчивается интервал обнаружения. В темноте это довольно заметно. Датчик может участвовать в автоматизациях. Главное его предназначение – это триггер, то есть событие, которое приводит к запуску прописанных в ней действий. Как это обычно бывает в экосистеме Tuya, сюда добавили все варианты событий, что могут произойти с ним. Состояние пассивного ИК и никто не прошел, как мы уже видели в истории сработок, ни что иное, как обнаружение и отсутствие движения – главное событие этого устройства. Кроме них, есть еще изменение интервала обнаружения и уровень заряда батарей. Для датчика есть и действия – через автоматизацию можно менять интервал обнаружения. Правда, с учетом того, что датчик большую часть времени находится в спящем состоянии, изменение произойдет только при следующем обмене данными. В теории это можно использовать, например, при переключении из дневного на ночной режим, чтобы ночью свет отключался без движения быстрее, чем днем. Google Home, как я и сказал, датчик не работает. Перейдем к проверке его совместимости с Apple HomeKit. Мой шлюз NAS-ZV05B0 подключен к интеграции HomeKit контроллеров в Home Assistant. Это позволяет проверить работу и в нем, и в приложении DOM, так как тут используется один и тот же протокол. Хорошая новость – датчик совместим с Apple HomeKit, он определился как стандартный сенсор движения. Соответственно, работает и интеграция HomeKit контроллера для Home Assistant. При этом сохраняются работоспособности в Tuya Smart, что является достоинством такого типа интеграции, которая, напомню, работает локально. Теперь рассмотрим штатную интеграцию в Home Assistant, которая называется Tuya и работает через облако. Датчик появился в общем списке устройств. И на первый взгляд тут все в порядке. Статусы обнаружения и отсутствия движения. Передается и уровень заряда батарей, при внешнем питании он, конечно, всегда будет 100%. Но из-за более медленной синхронизации данных через интернет, обновления статусов могут запаздывать. При тестировании это было особенно заметно на событии отсутствия движений, по истечении установленного интервала. Локальный HomeKit отрабатывал его мгновенно, он слева. А интеграция Tuya справа еще показывала, что движение есть. Далее рассмотрим локальные интеграции, которые работают напрямую с устройством и не подвержены таким задержкам. Датчик при этом нужно отключать от родного шлюза и переподключать на альтернативный координатор. В интеграции с ZHA, с которой мы начнем, я использую USB ZigBee Stick Sanof-E на базе чипа EFR32MG21. Включаем режим добавления новых устройств. На датчике нажимаем кнопку «Все, как делали при подключении к Tuya». Ждем, когда датчик пройдет опрос и добавится в систему. Это обычно занимает минуту-две. Теперь хорошая новость для пользователей ZHA. Датчик тут работает. Кроме бинарного сенсора движения, появился еще один сенсор, который называется открытие. Я так понял, что это тампер, который должен срабатывать, когда датчик снимают с места установки. Уровень заряда в виде сенсора тоже появился, но получения показаний, которые обычно прилетали сразу, я от него не добился. Тампер тоже оказался бесполезным, у меня не получилось заставить его менять свой статус, даже при открытии корпуса датчика. Не работает и кнопка идентификации, в HomeKit кстати тоже. По идее, ее нажатие должно приводить к мерцанию диода датчика. Как видно по истории срабатывания, интервал обнаружения по умолчанию равен 1 минуте. Изменить на 30 или 120 секунд, как в Туе, по состоянию на дату съемки обзора нельзя. Следующий способ это дополнение ZigBito MQTT. По сути самостоятельная система, работающая в отдельном от Home Assistant контейнере и независимо от него. Связь осуществляется через топики MQTT сервера. Актуальная на дату обзора версия 1.30.3. Координатор USB Sunoff P на базе CC2652P. Запускаем сопряжение и датчик добавляется в систему. Тут тоже все работает из коробки, необходимости в установке внешних конвертеров нет. Модель устройства TS0202. Тут он выглядит несколько иначе, чем в жизни. Тип устройства конечное, как и другие датчики на батарейках. Возможность подключения питания по USB в данном вопросе роли не играет. Это устанавливается на уровне прошивки, на лету меняться не может. Устройство либо всегда конечное, либо всегда роутер. Вот все объекты на вкладке экспозиции. Насчет второго сенсора, кроме движения, я оказался прав, тут есть еще тампер. В ZigBit MQTT он получил корректное название. Кроме уровня заряда батареи, который кстати обновился сразу после добавления, есть сенсор низкого заряда и напряжение на ней. Как и в ZHA, добиться срабатывания тампера у меня не удалось. Ни снятием датчика с основания, ни нажатием кнопки. Очевидно, что тут используется некая универсальная прошивка, допускающая и такой функционал. Вот так выглядит датчик при пробросе в Home Assistant. В скрытых время последнего отклика, если эта опция включена в ZigBit MQTT, напряжение и уровень сигнала. Я бы еще деактивировал тампер и бинарник низкого уровня заряда. Оставил бы только датчик движения, который кстати реагирует моментально, и сенсор заряда в процентах. Интервал обнаружения тут к сожалению тоже не меняется, по крайней мере на текущей версии ZigBit MQTT. И составляет одну минуту, значение по умолчанию. Для теста чувствительности я поставил на некоторое время два сенсора. Акара, героя обзора, совсем рядом в одном месте. Еще раз предупреждаю, что обнаружение движения и возврат в статус включена на нем сопровождается мерцанием красного диода. Вот сравнение истории срабатывания обоих датчиков за один и тот же интервал времени. Акара слева, NAS 5D 07 справа. Интервал обнаружения у обоих сенсоров 1 минута. Можно сделать вывод, что герой обзора ловил больше движений, чем Акара при сохранении общего тренда. В таймлайне у него больше желтых промежутков, отмечающих движения. Могу предположить, что это связано с большим углом охвата по вертикали, по горизонтали больше Акара. В целом результат неплох, но длительное использование покажет больше. И в финале попробуем и внешний Zigbee координатор SLS шлюз, работающий тоже на базе Чипа CC2652P. В тесте я использую актуальную на дату обзора прошивку от 15 февраля 2023 года. Датчик подключился, даже отобразилась приличествующая в случае у картинка. Однако, автоматический выбор нулевого конвертера означает то, что своего у него нет. Так и есть, на текущей версии именно эта модификация датчика не поддерживается прошивкой. Но мы знаем, что делать в такой ситуации. Смотрим в каталоге устройств что-то похожее. Вот например та же модель TS0202 и код производителя начинается с TZ3000, конвертер номер 204. Меняем вручную номер конвертера на странице устройства. И вуаля, датчик теперь поддерживается в системе. Точно так же можно использовать и 269 конвертер, тут такой же номер модели и похожий код производителя. Объекты в системе будут теми же самыми, что и с 204 конвертером. Можно вместо 204 указать номер 269. И получим такой же датчик движения, но с другой картинкой. Кроме объекта, который реагирует на движение, интервал тут будет такой же, как и в предыдущих интеграциях 1 минута. Тут есть еще счетчик срабатывания, который будет подсчитывать количество событий на датчике движения. Вот так это выглядит в Home Assistant. Напоминаю, что к особенностям работы SLS шлюза относится появление новых объектов у Zigbee устройств только по мере получения от них данных. Поэтому картина со временем может немного меняться. Исходя из проведенных тестов, могу сделать вывод, что датчик получился довольно чувствительным, с хорошей дальностью и углом охвата. Особенностью его является то, что он может работать как от батареек, так и через microUSB. Что позволит, там где возможна прокладка кабеля, не зависеть от необходимости замены батареек. Тем более, не таких широко распространенных, как CR123A. Довольно крупный и заметный, в том числе из-за вспыхивающего красного диода. К плюсам можно отнести поддержку в Apple HomeKit, ZHA, Zigbee2MQTT и SLS. Хотя, по крайней мере на дату обзора и без возможности настройки интервала обнаружения. Если решите заказать, имейте в виду, что при выборе версии с датчиком температуры и влажности, вам могут отправить просто датчик движения, как это вышло в моем случае. Отдельно уточняйте у продавца и изучайте отзывы других покупателей. На этом все, надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылок на магазины, где можно приобрести этот датчик, и другие обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, вы также найдете мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok